Итак, я вас всех гидравлически приветствую. И сегодня предметом наших обсуждений станет еще одно противостояние. А именно противостояние Галактической Империи и Империи Вечной. Они обе звездных войн. Сорян. Но мне кажется это будет очень интересно их сравнить. Итак, про Империю Галактическую мы уже говорили не раз. Два, по-моему. Но не суть. А про Вечную Империю мы сегодня с вами говорим впервые. И я предлагаю ее рассмотреть. Начнем с наземных войск. В принципе, у Вечной Империи есть как обычные самые солдаты. Ну, простые трупперы. Можно, конечно, долго спорить, кто круче труппер Империи Вечной или Имперский штурмовик. Но я предлагаю этого не делать и поставить между ними более-менее за уши притянутое равно. Но куда интереснее это рыцари. Рыцари закула. Это ребята интересные. Они делятся на кружки, можно сказать, по интересам. Кто-то там себя больше роботизирует, кто-то нет, кто-то в основном воюет, кто-то в основном порядок в столице, в Закуле сохраняет. То есть, очень они разнообразны всем. Но суть в чем? Они, во-первых, чувствительны к силе, конечно же. И они оснащены по последнему писку моды, можно сказать. У них есть щиты. Крутые, хорошие щиты. У них есть световые пики. Тоже очень интересное оружие. Некоторые из них, некоторые ордена, носят мечи. Кто-то носят пики. Кто-то и то, и другое. В общем, вообще, я не буду все разбирать их ордена. Или как там это правильно называется? Не ордена, наверное. Ну, короче, их группа. Этому вообще можно отдельный ролик посвятить. Вот. Ну, то есть, мне кажется, что это прям вот крутые бойцы. Они. Ну, это прям вот элита. Элита-элита. Вот. И поговорим про флот еще. Флот Вечной Империи. Вечный флот. Ну, Насколько я нашел информации. Это флот, состоящий из нескольких сотен. Я не нашел точного числа. Единственную вообще цифру, которую я вот увидел про этот флот, это несколько сотен кораблей. Древних. Они очень быстрые. Да. Это как бы вот важно заметить, что они очень быстрые. Это одно из их главных преимуществ. По оружию у них ничего такого особенного. То есть, я посмотрел там, как бы, ну, турболазеры и турболазеры. Ладно, окей, проехали. Вот. Но, интересно, SkyTrupp. Это такие дроиды, насколько я понял, которые используются вечным флотом в качестве абордажных команд. Вот. Мне кажется, очень интересная тема. Ну, и, в принципе, выглядят сами SkyTrupp'еры довольно серьезно. Я там, ну, про них чуть почитал. Ничего такого прям супер-купер о них не сказано. То есть, наверное, если ставить против них, ну, против одного SkyTrupp'ера, одного темного солдата Галактической империи, ну, мне как-то так по ощущению, темный солдат все-таки выиграет. И еще, что важно отметить, управляется вечный флот с троном, с вечного трона. Что можно как бы назвать как плюсом, на самом деле, так и минусом. Потому что плюсом является большая скоординированность действий. то есть, не будет отдельных капитанов кораблей, которые будут делать не то, что им сказали. Не будет бегства кораблей с поля боя. То есть, ну, а крупным минусом является то, что это довольно сложно управлять всем с одного места. Ну, это во-первых, как бы, мне кажется, человеческий разум не способен управлять сразу целым флотом. ну, это уже, конечно, другая тема. Вот. Ну, и проблема в том, что захватив вечный трон, можно захватить весь вечный флот. Если кто не в курсе, именно так в итоге и произошло во вселенной звездных войны. Вот. Ну, в принципе, мне кажется, что вечный флот довольно все-таки сильный. то есть, это прям, ну, так, это прикольно. Это довольно много кораблей, несколько сотен, при этом они быстрые, оружие, ну, как бы, не супер-пупер, конечно, труболазеры, но неплохо, очень даже неплохо. Хорошо, я бы сказал. Вот. То есть, мне кажется, с имперским флотом, ну, плюс-минус сопоставимых размеров, он вполне может сражаться. Даже выиграть. Вот. И еще, что стоит отметить, что идет просто, на мой взгляд, это нельзя назвать, конечно, военным превосходством, но это все-таки превосходство. Причем, очень крупное превосходство империи вечной, перегалактической. Это уровень жизни и довольства народа. Потому что галактическая империя это государство не самое стабильное. И несмотря на то, что оно довольно-таки удачно подавляло достаточно многие восстания, ну, и в принципе в большинстве случаев удачно держало людей в страхе, но тем не менее, стоит отметить, что в вечной империи восстаний просто не было. Потому что при Волкарионе во всяком случае люди жили как в раю. Им просто не надо было ничем возмущаться. То есть они жили хорошо, они жили просто замечательно. Такого уровня жизни, как в вечной империи не было ни в республике, ну, тогда еще старой, ни в империи ситхов. Вот ведь это вообще это просто это было чудесно. Да и даже в республике простой, галактической, там тоже не было такого уровня жизни. В вечной империи люди жили просто замечательно. У них не было никакого повода начинать восстание. И это на самом деле в крайнем случае идет в плюс вечной империи. Потому что если галактическая империя резко начнет набирать рекрутов из мирного населения, то будет плохо. Они просто вооружат повстанцев, грубо говоря, оружием. Эти повстанцы очень быстро начнут этим оружием пользоваться против них самих. А если вечная империя призовет своих жителей встать на защиту родного дома, то жители толпами побегут. Ну, потому что это просто у них такой уровень жизни. И они не хотят, чтобы пришла какая-нибудь империя. Они видят миры в империи, видят миры у себя, понимают, что у них здесь рай, а у них там ад. И они не хотят, чтобы к ним этот ад пришел. Они будут защищать свой рай. есть мне кажется это вот прям это отлично. Это очень хорошо. И это если империя вынуждена выделять некоторые силы, галактическая империя, вынуждена выделять некоторые силы на подавление восстаний. То есть как бы мирные жители являются скорее минусом для галактической империи. А то для вечной империи это плюс, потому что это плюс солдаты, которые готовы обучаться и готовы сражаться за свой вклад жизни и за своего императора. Мне кажется, это важно. Но вот мне кажется, здесь варианта два. Либо вечная империя поступит в войне с галактической империей по-умному. Тогда она не выиграет и война как бы ну встанет в такую патовую ситуацию и ничего особо не будет происходить. Либо вечная империя поступит глупо и развалится. то есть почему вечная империя не может выиграть галактическую империю на мой взгляд? Это из-за количества кораблей и сил в принципе. То есть несколько сотен кораблей недостаточно для того, чтобы контролировать галактику. Знаете, эта вечная империя вот этим напоминает мне очень сильно из Вархаммера империю Тау. То есть почему империя Тау раз она такая супер убер технологичная ну не технологичнее Некрон конечно но тем не менее очень технологичная она наверное ну на втором или на третьем если рассматривать еще Тираниду месте после Некрон по технологиям почему же она тогда не захватила до сих пор половину или хотя бы крупную часть галактики и до сих пор является каким-то маленьким ошметком планет который вообще нафиг никому не сдался да потому что у нее недостаточно сил если в какой-то момент она начнет расширять свои границы слишком сильно может резко оказаться что у нее просто недостаточно сил для удержания этих границ и тогда это станет для этой империи крах то же самое и с вечной империей но только у вечной империи все еще хуже потому что вечный флот это древняя технология и ее никто не умеет никто не знает как они работают никто не знает как их делать а значит это очередное ружье в руках неандертальца как только ружье сломается никто не знает как его починить и тем более воспроизвести а это значит что вечный флот в принципе может только уменьшаться он не может расти и увеличиваться в количестве кораблей то есть несколько сотен кораблей этого вполне достаточно для того чтобы держать нынешние границы в вечной империи и возможно чуть-чуть там выходить за их пределы и сражаться там но этого недостаточно чтобы сражаться с галактической империей которая там здоровенный кусок галактики то есть если вечная империя начнет сильно выходить из своих границ и пытаться что-то завоевывать то очень скоро в ее фронте появится дыра через которую обязательно пройдут корабли галактической империи и ну прилетят к закулу разнесут его то есть вечная империя потому что она не может строить такие же крутые корабли какие в нее сейчас есть и потому что ее крутых кораблей просто мало этого недостаточно чтобы удерживать целую галактику да даже половину галактики 100 кораблей это очень мало по меркам галактики поэтому вечная империя я считаю может вполне себе удачно обороняться и в принципе почти любую атаку империи галактической она с там какими-то да потерями вечная империя может отбить потому что ее корабли быстрые и какой бы суперзвездный разрушитель не привела бы империя ну просто вечный флот его все равно может разнести из-за скорости но не сможет сокрушить галактическое что-то галактическое наоборот вечное перья не сможет сокрушить галактическое потому что она у нее нет столько сил единственный как бы способ ей сильно расширяться на всю галактику это делать дырки в собственной обороне и отправлять весь флот расширять границы но это конечно ни к чему хорошему не приведет поэтому мне кажется что либо галактическая империя что-нибудь таки придумает и тогда все-таки сможет уничтожить вечную империю либо вечная либо галактическая империя не сможет этого придумать и тогда вечная империя если останется умной будет просто держать свои границы может чуть-чуть их там расширит и в такой ситуации будет продолжаться вся война в канавиатах она просто закончится мирным соглашением потому что никому она уже будет не нужна соответственно вечная империя останется в своих границах и все в принципе что ей надо то от галактической империи вот либо вечная империя тупанет начнет активно расширять свои границы ну и как я уже говорил появится брешь в обороне туда проникнет империя галактическая ну и мы все умрем вот вот такой вот мой вывод этого ну что произойдет в этом противостоянии делитесь своим мнением в комментариях и всем гидравлически пока